Всем привет! Кубот King Kong 5 Pro. Название серьезное, как для телефона, согласитесь? Такое название подойдет только самому серьезному защищенному гаджету. В принципе, так оно и есть. На вид все грозно, но что с начинкой? Я подозреваю, что все как всегда. Кубот King Kong 5 Pro – это защищенный смартфон, который недавно был анонсирован. У него большая батарея, тройная задняя камера с разрешением 48 Мп и есть модули NFC и GPS. Внешность новинки не назвать малопривлекательной. Однако полноценная защита от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69K, а также MIL-STD810G негативно сказалась на габаритах прорезиненного корпуса и, как следствие, его эргономике. Разработчик постарался скрыть недостатки за стильным тройным блоком камер, боковым сканером отпечатка пальцев и интересными цветовыми решениями задних панелей. Но получилась задача у него только частично. Смартфон, кстати, можно ронять на глубину до полутора метров в течение 30 минут. На деле аппарат успешно проходит все испытания, например, холодом и жарой, пылью, грязью и водой, а также выдерживает удары и падения от твердую поверхность. По техническим характеристикам, фаблет – середнячок среди защищенников. Процессор MediaTek Helio P22 далеко не новый чип, но вместе с 4 гигабайтами ОЗУ он беспроблемно справляется с интерфейсом Android 11 и многими не очень требовательными играми. Конечно, в таких проектах стоит рассчитывать только на низкие настройки графики. Объем внутреннего хранилища у нас 64 гигабайта. Совсем не рекордный, но слот для карт microSD несколько исправляет ситуацию. Дисплей в Кинг-Конге очень хорошо защищен от всего на свете и оснащен 6,1-дюймовым OGS-экраном, который неплохой, но и от идеала очень далек. Невысокое разрешение 1560 на 720 пикселей, конечно, повышает производительность примененного видеочипа, однако детализация выводимой картинки посредственная. Не хватает изображению и повышенной частоты обновления, однако в параметрах яркости и контрастности IPS-панель более чем неплоха. Производитель акцентирует внимание не только на дополнительной защите корпуса, но и на возможностях основной камеры смартфона. Она имеет три оптических модуля во главе с 48-мегапиксельной камерой на базе сенсора Sony. Компанию ему составляют две матрицы с разрешением 0,3 мегапикселя и 5 мегапикселей. Последние используются для макросъемки. Фронтальная камера для любителей делать селфи поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта. В ее основе лежит 20-мегапиксельный датчик изображения. Емкость батареи 8000 мАч прямо говорит нам о том, что гаджет заряжать придется лишь раз в 2-3 дня. Из иных достоинств фаблета отмечу громкий стереозвук из двух динамиков и бесконтактные платежи NFC. Таким образом мы имеем дело не с идеальным, но с очень сбалансированным функциональным девайсом, не слишком опустошающим кошелек. Это ли не признак потенциального хита? Кстати, насчет цены. С 29 марта по 2 апреля цена на устройство будет снижена до 140 долларов. И по традиции будет розыгрыш 10 таких устройств от компании Cubot. Конкурсы у них всегда простые. Это подписаться на их соцсети, поставить лайки и тому подобное. Все эти манипуляции займут у вас пару минут, так что поучаствовать думаю стоит. Думаю, что мысли про этот гаджет весьма стандартные. Очередной дешевый защищенный китайский бюджетник для рукастых ребят, которые и в гараже поработать любят, и порыбачить, и поохотиться, при этом не боясь за свой телефон. Если вы из таких, то можете кстати присмотреться. А я, если достану этот гаджет на обзор, то проведу тесты и все вам покажу. Спасибо за просмотр. Пишите, как вам дизайн Кинг Конга и можете посмотреть, кстати, мои самоделки на втором канале. Я буду рад всем советам. Хорошего вам вечера и увидимся. Пока-пока.